кто готов за женьку выйти замуж денег нет все плохо нашествие девочек из украины ушло слушайте девчат ситуация максимально прозрачная и крайне простая она на поверхности если бы ваш дом и вашу страну пришли люди которые бы начали рассказывать о том что они пришли с миром и при этом вы видели то что видят украинские люди вы вы тоже так реагировали поверьте мне просто многие не понимают до конца что происходит и почему это все происходит да и особо и не надо потому что им достаточно того что у них кто-то из близких людей погиб кого-то они потеряли и это уже страшно и поверьте мне это я не знаю сколько поколений должно родиться умереть родиться и умереть чтобы все это было забыто и стерто из памяти я предполагаю что десяти не хватит поэтому не реагируйте вы так остро на высказывание людей которые живут на территории украины я их прекрасно понимаю я прекрасно понимаю вот и все же еще за путина я всегда за путина золотые слова чистая правда пришли к нам домой и все это главное абсолютно верно абсолютно верно саш да невозможно послушайте меня ну давайте будем честными расскажите пожалуйста вот женщина которая в этой спецоперации война неважно люди по-разному это все называют потеряла сына потеряла мужа скажите пожалуйста можно этому человеку объяснить что так надо украина бы вступила бы в евросоюз евросоюз это нато и все они напали бы на нас на россию можно объяснить этой женщине что так нужно было во спасение своего народа это же делается во спасение россиян все что сейчас происходит это делается на будущее во спасение россиян можно объяснить женщине у которой которые разбомбили дом убили мужа убили сына объясните вы этой женщине никогда в жизни Никогда в жизни. Поэтому, когда вы начинаете вступать в дискуссию с девчатами или ребятами из Украины, даже не начинаете. Вы даже представить себе на секунду не можете, что происходит в их головах. Какое горе, какую боль, блядь, дичайшую боль, несправедливости они испытывают. В тот момент, когда мы можем спокойно сидеть у себя дома, у нас горит свет, горячая вода, полный холодильник еды, у нас все бегают, смеются, здоровые, счастливые. Я вас заклинаю, не вступайте с ними ни в какую... Танюш, спасибо огромное за донат. Не вступайте в дискуссию, это бесполезно. Это люди, которые потеряли смысл, любой смысл в жизни. Единственное, что мы можем сделать, это сочувствовать этим людям. Переживать и молиться, и из храма не выходить, чтобы, скорее всего, это закончилось. Ну вот сейчас еще придумали, придумали мобилизацию. Сейчас опять, кажется, зависим, судя по комментариям. Опять пишут. Расскажи, что нас ждет после дифферендума. Ну, как я сегодня почитал в телеграм-каналах, я так понял, предполагаю... Не просто предполагаю, а лидеры европейских стран, тот же господин Байден... Блядь, слово сука, господин такой неприятный по отношению к нему, даже не хочу произносить. Тот же Пидор Байден, он... Они заявили о том, что это все фейковая история, и все это, блядь... Никто не признает суверенитет этих государств, вот, ну, этих республик, вот. Поэтому, что будет? Я предполагаю, что пиздец будет. Потому что, если произойдет официальное присоединение Донбасса и Луганских народных республик, и Харьковской, и Харькова, и что там еще? Четвертые, четыре республики. Присоединят к России, если по сей день с территории Украины летят снаряды в сторону Донецка, и, соответственно, когда присоединятся эти республики, то это уже станет частью России. Соответственно, любой снаряд, попавший на территорию Донецкой республики, это снаряд, который попал... Александр, спасибо огромное за донат. Это снаряд, который попал на территорию России. А это, соответственно, уже война. Это уже не спецоперация. Это война. Это значит, что на нас напали. И это значит, что уже сюсюкаться никто не будет. Никаких, блядь, зачисток, ничего. Полетят ракеты. Понимаете? Почему кипиш? Почему такое волнение в мире? Вы понимаете теперь? Потому что Донецк и Луганск, они вроде не туда, не сюда. Они уже и не Украина, они еще и не Россия. И вроде Россия особо там... Мы как бы защищаем эти республики, потому что мы внутри со своей стороны признали их. Понимаете? Ну а по документам еще как бы в мире это признание произойдет вот буквально со дня на день. И тогда все. Тогда получается, уже нападают на Россию. И ситуация будет совершенно другая. Поэтому мобилизация. Поэтому говорят о том, что люди русские вставайте, на нас нападают. Говорю о сердце колоть. Саш, воздуха не хватает. Вот что это значит. Если кто-то не понимал. Да. Привет, привет, большой всем. Страшно. Хочу мирно жить. Все хотят мирно жить. Ой, простите. Опять тигры вырываются наружу. Такое ощущение, что Женя только украинца смотрит. Мы все любим Путина. Мы все любим Путина. Дети в Донбассе погибали. Я не могу понять, если на технику еще всех... Я даже не успеваю, представляете, читать вас. Сегодня какой-то просто... Ну, я понимаю, с чем это связано. Потому что люди действительно переживают. Конечно, жалко. У нас родственники из Харькова. Очень жалко. У нас уже отписалось. Все никак не отпишется. Женя, не надо политики. Алина Широка говорит. Давай про жизнь. Какая Алина Широкан? Я даже не знаю, кто такая Алина Широкан, блин. Ты хоть предварительно что-то объясни, кто такая Алина Широкан. Привет. Продублируй, пожалуйста, свое мнение вкратце. Я уже говорил об этом много раз. Мое мнение очень простое, что... Скорее бы это все закончилось. Дойдем до ядерного оружия? Какие у тебя ощущения? Думаешь, что нет, не дойдем. До ядерного оружия не дойдем. Ну, потому что если мы дойдем до ядерного оружия, то это закончится все сразу. Ну, то есть все. Это конец. Стоит одно из стран запустить, ну, из ядерных держав запустить, ну, страны, у которой есть ядерный потенциал, запустить хоть одну ракету в нашу сторону, это закончится... Это все. Ну, это все. Завтра мужа забирают воевать, уже повестку дали обычным гражданам. Да, и, кстати, еще удивительная история в том плане, что... Я в Америке не был. Вот. Удивительная история в том плане, что поменяли, сделали поправки. Раньше, если повестка, не повестка, в общем, там 500 рублей штраф. Не штраф, ну, грубо говоря, там вдруг какие-то сборы, знаете, учения. Не в саму армию эти, и просто вот ты в запасе, и тебе могут прислать повестку, типа учения, ну, чтобы, как говорится, опыт человек не терял. Знаете, как с иностранными языками. Нужна практика. И вот сейчас, в связи с той ситуацией, которая сейчас происходит, если тебе привозят повестку, а ты не... Ну, ты ее получаешь, но ты не идешь, то это до трех лет тюрьмы. В Краснодаре уже выдают повестки. Блядь. Добрый вечер, Жень, добрый. Всем привет, Жень. Че с тобой и мобилизация? Да со мной-то, блядь, че со мной? Пока здесь, видишь, пока. Живо здорово себе. Женька, перед военными детствами был эфир, и ты меня так убедил в том, что не будет никакой войны. Через три дня началась, надеюсь, ядерно, но ошибаешься. Жень, ты пойдешь на войну против Украины? На войну против Украины я никогда не пойду. Никогда не пойду. Спасибо огромное, Наталья, за донат. На войну против Украины и украинского народа я не пойду никогда. На войну, в которой мне предстоит защищать интересы своего государства, своих границ, своего народа, своей семьи, своих детей, и уж в конце вообще в самом себя, я, конечно же, пойду. На эту войну я пойду. И оружие в руки возьму. Вас устроил мой ответ? Скажите, пожалуйста. Да, три года тюрьмы. А, 10 лет тюрьмы? А, 10 лет тюрьмы? И что получается? Получается, простите меня за улыбку на лице, это истерика внутренняя. Просто она, может быть, периодически... Получается, те, кто пойдут, по всей видимости, часть не вернется, часть вернется глушенными, часть вернется инвалидами, а остальная часть сядет в тюрьму мужского населения, которая не пошла. И что, бабоньки, делать будете? Понимаете вообще? Цепочку. Не просто повестки шлют. Я знаю, что, блядь, в машины заталкиваются остановок. Тебя же убьют. Ну, что я могу сказать? Хорошее сообщение вы написали, девушка. Я, Алинка Шаракан, заявляю, Жень, я. Так а дальше что? Не могу понять. Ты кто? Вы думаете, что те люди, которые будут уклоняться от военной службы, от мобилизации, их поймают, посадят в тюрьму, вы думаете, их из тюрьмы не вытащат и не отправят на военные действия? Кузин, ждем тебя в Украине, будем очень рады. Спасибо огромное. Мне вот, когда вы меня раньше приглашали, мне это приглашение больше нравилось. Ну, как-то я, знаете, с большим энтузиазмом к этому относился. Сейчас как-то что-то... Да и времени особо нет, вот это, знаете, отдыхать, кататься. Страны соседние смотреть. Ипотеку и кредиты не снимут. Будут высчитывать деньги ваши, как все люди, которые... Я так говорю, ваши, как будто я там ученик этому отношению не имею. Когда ты попадаешь на службу вооруженных сил Российской Федерации, вот сейчас, допустим, я вот в запасе, то я становлюсь автоматически контрактником, я буду подписывать контракт. И вот я буду получать зарплату за это, и вот с этой зарплаты будет вычитываться, если, допустим, у вас есть кредиты, ипотеки, оттуда все будет. Зэков, да, они оттуда убегут. Не убегут. В Ютюбе посмотрите ролик. Там четко прописано, что все, кто идет воевать из-за мест не столь отдаленных, шаг вправо, шаг влево, расстрел. Считается как предательство, и прямо на месте расстреливают. Ну, в Ютюбе же ролики уже есть. Посмотрите. Там на одного заключенного будет два человека из ВСИНа, понимаете, стоять. ВСИНа – это Федеральная служба исполнения наказания. Саш, как тебе летит? Нет, не ко мне она летит. А, видела ли этот ролик? Ну, вот. Боженька, вот и работа будет. Шучу. Нахер, конечно, такую работу. Блядь, вы какие-то сегодня, это, да, блядь, придурашные, блядь, конкретно. Вот очень интересно, где взять информацию, если в семье ребенок инвалид, то мужа забирают. Нет информации. Настюш, тебе нужно, по-моему, если, смотрите, в категорию людей, призванных на сегодняшний день, не попадают люди, у которых, значит, на иждивение дети, многодетные отцы. Я думаю, что ребенок инвалид тоже, я думаю, что этот человек тоже попадает под эту категорию, вряд ли его должны, ну, кто заберет он, если он, если еще сделать справку, что он единственный кормилец в семье, то, конечно, я думаю, не заберут. Нахер ты нужен Сашке? Ну, это я про то же, поэтому я говорю, что, что ей ко мне лететь. Я вообще вас обожаю, обожаю вас. Столько оскорблений, сколько сегодня посыпалось на меня. А за что? А просто лишь из-за того, что я патриот своей страны, люблю свою страну, люблю свой народ, люблю своего президента. Просто не понимаю, зачем вы меня оскорбляете. Когда вот от меня что-то зависит. В вашей стране всех заберут. Ну, пойдем сами. Забирать не надо. Просто мое мнение, оно не совпадает с вашим, но это ни в коем случае не дает вам права. Оскорбляйте меня, как мне кажется. При всем при этом, я не позволяю себе оскорблять никого. Я не смогу платить одна кредит и ипотеки, вообще одна. Я надеюсь, что мужа не заберут. Так ты свою люби, нахер к чужим территориям лезь. Скажите, пожалуйста, я лезу к чужим территориям? Я в данный момент где? Я в данный момент сейчас нахожусь в позе ползущего человека? Вы зачем мне это пишете? Объясните мне, пожалуйста. Вы зачем? Я, ну, я, наверное, я, блядь, наверное, я понимаю. Но вы же должны тоже понимать свою голову, взрослые люди, что от нас ничего не зависит. Знакомый пришел месяц назад из армии, сегодня пришла повестка. Да, недолго, блядь, музыка играла. Так никто на вас не нападал. И дети умирают, да они не твои, но они дети, чьи-то, блядь. Да при чем здесь вообще это-то? Я понять не могу. Так, давайте-ка я, наверное, немножечко почищу свой эфир. Причем от людей, у которых есть фотография на аватарке, я чистить не буду. У них есть свое мнение, они его высказывают. Я не против, даже если оно с таким оскорбительным подтекстом. Я прекрасно понимаю, что сейчас происходит в их голове. Но аватарки без фотографии, это, очевидно, это боты, это засланные казачки, которые приходят сюда для того, чтобы меня вывезти. Но пока у них ничего не получается. Как вы видите, еще ни одного не получил. До сих пор думаешь, что дед Кабай мягок и нужно жестче. Дед Кабая до сих пор порлю... Какой дед Кабай? Что такое? Ты говоришь, что пойдешь отстаивать придуманную Путином территориальную целостность. В смысле, придуманную Путину территориальную целостность. Я пойду отстаивать свою семью и свой народ, и свою родину, и свой флаг. Как вы не понимаете, люди, Россия не нападает, нас сравнили, а вы ведетесь. Правильно, я вот тоже слушаю, вот это Мария, я тоже не могу. Блин, Широка, ты кто такая? Девчат, каждый из нас не хочет отпускать. Жень, ты готовь, если что, воевать? Воевать? Нет. Защищать? Да. Жень, не слушайте к женщин заблокировать. Держись, но пока держимся, потому что 24 февраля какие-то полетели с вашей стороны. Женя, просто очень жаль, что такое отношение. Ну, моя золотая. Все, что ты сейчас написал, ты можешь обратиться, ну, не знаю, в суд, в прокуратуру, написать об этом. Алина Широкан, я сейчас тебя просто заблокирую все. Вот ты меня начинаешь раздражать, клянусь, тебя слишком много. Да, у каждого своя правда. Абсолютно верно написал человек выше. У каждого своя правда. И сейчас, вот, я доказываю свою, это вот считаю, что я буду биться головой о стенку. То же самое, что и вы, мои золотые. Поэтому давайте просто мы немножечко выдохнем. Жень, ты бухнут, я бухнут. Нет, я вообще не пью алкоголь, уже 21 день. В смысле, кто мы на кастинге. Да я тебя знать не знаю, на каком кастинге, блядь, мы с тобой виделись. Ладно, я выхожу из эфира сегодня, не очень приятный. Будем дверить, да-да-да. Женя, переживай за мужа, хочется, чтобы все мирно было. Ну, все будет хорошо, не переживай. Бабоньки Украины, не аместницы России. Я подписан на Леру и на Курбана видел. Совсем недавно мы так шарахались от ковида, блин, это были пряники. Ты же в пятницу пил. Ай, бокал вина выпил, это не считается. Это был бокал вина, я вообще не считаю. Я вообще не считаю, вино не считаю за алкоголь. Хотя это вот за 21 день единственный бокал алкоголя был в моей жизни. Ну, это вино, но это за 21 день. Поэтому считаю, что я не пил. Мой муж вернулся из армии 5 лет назад и очень страшно. В Ростовской области повестки шли с 10 утра. Дочке скоро 3 года переживаю, чтобы муж не забирал. Забираю, это точно не законно. Нет войны, нет военного положения. Это ему написано про контракт. Конечно, не очень приятно. А что делать, если новости такие? Ну, что делать, что делать? Бля, я не знаю, что делать, девчонки. Ну, во-первых, надо расслабиться всем немножко и успокоиться. Потому что от того, что мы здесь нервничаем, от того, что мы здесь друг друга оскорбляем, ну, не мы, а вы, меня оскорбляйте, ничего не поменяется, это точно. Однозначно, 100% вам даю. Еще никто не сломал эту формулу жизни. Вообще ничего не поменяется. Поэтому, в первую очередь, нужно начать с себя. И постараться уважительно относиться друг к другу. Хотя бы здесь. И тогда, может быть, будет немножко полегче. Немного спокойней. Как вам такое предложение? А мужики вообще есть в подписках? Или только бабоньки? Ну, не сидят ребята. Жень, где будешь жить в Москве? Да не знаю, Вера. Пока не знаю. Не знаю, может, там у друзей. Ну, не знаю, в общем. Пока не знаю. Пока негде. Ну, не важно, блядь. Я, знаете, я живу по очень простому принципу. Что трудные времена рождают сильных людей. Понимаете? Поэтому, если вы... Валя, я понял вас. Жень, видели главный закон, выйдя на чиновников, что они не призываются. Чиновники не призываются. Но их надо беречь, мои золотые. Да, многие переживали, что в ресторан ходить нельзя. А сейчас другие переживали. У меня дверя родного брата в Украине призвали. Родного в России прав. Тот, кто защищает свой дом в России. Никто с оружием не приходил. Ничего страшного, у Сашки поживешь. У вас реально вот действительно интересует вопрос, где я буду жить? Ну, вот в связи с той ситуацией, которая сейчас происходит. Неужели думаете, что это самое важное? Скажи всем людям, я обычный человек, и перестаньте... Неужели вы думаете, что вот это так важно? Вообще, мне кажется, вы вообще об этом не думаете. Где там Кузин будет жить? На вокзале, в коробке, в под... Вообще не важно. Не переживайте за это. Переживайте лучше за себя. Где наше небывало? Разберемся, все будет нормально. Сказать о своих внутренних ощущениях? Скажу. Очень страшно. Страшно. Даже воздуха не хватает порой, когда вот я смотрю, читаю новости. Сказать, что мне грустно, это ничего не сказать. Ну, надо как-то брать себя в руки. Мне не снилась еще война, слава богу. Страх, страх, конечно, есть. Мне очень страшно. Несмотря на все мое балагурство и вот желание обойти эти острые углы в сегодняшнем эфире, и лавировать между вот этими вопросами, очень острыми и максимально прямыми, на которые, конечно же, у меня есть ответы. Внутри происходит рейф 90-х годов, когда, знаете, на какой-то крутой локации около 40-50 тысяч человек танцуют в ритм. Подаду какую-то композицию электронной музыки. То же самое происходит внутри. И это страшно. Какая у тебя категория годности? Ну, мне 37, я попадаю во вторую. Первая до 35. Завтра в эфир выйдешь? Нет, завтра нет, завтра же я буду ехать. В куртке, потому что прохладно. В куртке, потому что прохладно. Мастерика. В куртке, пожалуйста, я беру ваши ответы. В куртке, потому что прохладно. Только прохладно я беру. моего товарища 41 год сегодня призвали значит я попадаю но это попадают а сто процентов под под категорию на вас подписалась грибова или грибова добро пожаловать наш семью приятно из казахстана держитесь пусть все быстрее закончится спасибо дина спасибо дианочку посидоров моему знаком 37 сегодня представлю повестку в пятницу с вещами ебать знакомы 40 лет не разрешили оформить за грампаспорт я во внутренних войсках служу не узнала даже а и и и и и и и и я не из москвы есть краснодарского края из какой я москвы москве почему опять же ну потому что в москве больше перспектив и по работе там интереснее чем здесь алексеева я с тобой прощаюсь заебала блять весь эфирный про измену какую-то измену ты простил измену и и и и и и и и и но я понял татья переживаете за меня день рождение дочери хорошо отметили хорошо отметили можно ли улететь в другой город после 27 числа мне по мнению я не выездное господи слов нет очень же мы же семья я не влюблен нет никого я работу запомню слава богу ну да восьмое все да и вот и еще да Бля, страшный пиздец. Я вам даже передать не могу, что внутри происходит. Я вам даже передать не могу. У нас всегда максимально честный эфир и открытый. Я никогда от вас ничего не скрывал. Уж точно не эмоции, не то что в моей голове. Но я даже впервые за очень долгое время мне даже сказать нечего. Мне даже сказать нечего вам. Счастье просто я хотел сразу вам сказать. Да я не прощаюсь с вами. Да, за него панические атаки круто сказал. Я тоже прочитал. Слушайте, но суть даже не в этом, что паническая значит атака. Вот, кстати, мне задавали вопрос. Мне кажется, вот я сейчас могу ответить на него с полной уверенностью, что вот сейчас она произошла со мной в какой-то момент. Я когда читал ваши комментарии, я что-то как-то зациклился на чем-то. Ну, не на чем-то, а конкретно на определенных вещах. И поймал себя на мысли, что, наверное, паническая атака выглядит именно так. Она была секунд пять, но это было очень страшно. Блядь, это было максимально страшно. Блядь, это было очень страшно. Какую Алину я заблокировал? Ну, если я кого-то заблокировал, значит, так посчитал нужным. Зачем вы задаете мне вопрос? Вы скучаете по своей подруге Алине? Вас смущает то, что я заблокировал? Я могу и вас заблокировать, чтобы вы там вместе как-то там соединились, создали какой-то чатик, и вообще вдвоем общались. Следующий эфир. Ждать следующий эфир, откуда же я знаю. Вслед за подругой полетела. За свои широка Налина, широка Налина, блядь. Заебали, блядь. Широка Налина, широка Налина. Больше сил нет, блядь, вас читать. Привыкал. моим эфиром. Хорошо, не отвыкайте, все нормально будет. Будем видеться в эфирах. Покушать еще не собрал ничего. Веришь в понятие судьба? Ой, бля. Губой пить растянул. Ну, Жень, ты сильный и советы тебе не нужны. Желаю тебе огромной любви и разгореться тебе снова как огонь. Спасибо большое. Девчат, в общем, не хочу дожидаться верхней части своего телефона, таймера, оповещающего о том, что заканчивается эфирм. Хочу это сделать заранее. Спасибо вам огромное. Всем. Хотел сказать, что все будет хорошо, но... Все будет хорошо. Поэтому всем желаю терпения, всем желаю мирного неба над головой, как принято это говорить. Желаю, чтобы скорее все это закончилось и началась очень какая-то чистая, честная, светлая жизнь. Доброй ночи вам всем. Пока. Увидимся. Обязательно увидимся и услышимся. Пока. 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 Продолжение следует...